Всем привет! Небольшие вести с полей. Давненько мы не обсуждали наш любимый ковид. А значит, инфоповод благо есть. Значит, у нас Собянин объявил о новом локдауне, ну как обычно традиционно, на недельку. Ну, если честно, если вы вспомните год назад вот ту же самую ситуацию, когда нас гоняли по скверам, по паркам, когда запрещали собираться там, вообще дышать через раз, только по разрешению. А когда все прошло, я был уверен, что проведут работу над ошибками, признают, что да, власти не знали, как себя вести, делали какие-то глупости, включая вот эти вот прогулки по скверам. Ни хрена подобного. Прошел год с лишним, и все повторяется. Здесь опять запрещено сидеть на лавочках, на траве, на газонах. Опять вбрасывают вот эти в интернете видосы, как полицейские ходят и гоняют граждан. Причем сразу же, чтобы не было споров, объявили и сумму штрафов 4000 рублей за то, что вы сидите на скамейке в сквере. Ну, то есть, этот бред. Не то, что оценили и поняли, что это идиотизм. Все это опять повторяется. Для чего это делается? С моей точки зрения. Кто в армии служил, тот помнит, что по ночам иногда устраивали боевую тревогу. Просто подрывали солдат, хрен знает зачем, в полном вооружении, куда-то в ночь надо было нестись, пробежать там 5-10 километров. Потом опять строили, что-то там рассказывали, и потом говорили, все, отбой, спать, спите дальше. Учебная боевая тревога. Я считаю, что это делается именно для этого. То есть, нас дрессируют, чтобы мы всегда были готовы, чтобы мы не расслаблялись. И на случай каких-то катаклизмов. Для государства единственный катаклизм это недовольство народом. И недовольство народа, если точка кипения вдруг какой-то критического градуса какого-то достигнет. Тут же раз нам сказали, боевая тревога, всем одеть маски, разбежаться по норам и сидеть тихо. Я считаю, что это делается только для этого. Потому что иначе этот идиотизм объяснить нельзя. Не закрываются рестораны, не закрываются всевозможные усилительные заведения, концерты продолжаются. Жизнь продолжается своим чередом. Люди собираются десятками тысяч на всевозможных концертных площадках. Но им нельзя сидеть в скверах и на траве. Иначе, как идиотизмом, это назвать нельзя. А я считаю, что это просто дрессура. Нас продолжают дрессировать. С чем, собственно, я вас и поздравляю. Да и, собственно, и все. Не буду затягивать. Это были весь из полей.